За последние пару лет наша индустрия формировалась или пыталась выжить, конечно, под очень сложными регуляторными такими перипетиями. И я просто замечу, что за последние пару лет ввелись новые правила по GMP. Мы об этом все знаем. Мы также знаем, что сегодня готовится и со следующего года тоже будут актуальны вопросы маркировки лекарственных средств. И если это со следующего года выйдет в актуальную жизнь, то понятное дело, что мы все готовимся сейчас и готовились уже и вчера. Следующий такой тренд – это, конечно же, формирование евразийского регуляторного пространства. Это новая такая составляющая, которая тоже может существенно повлиять в ближайшее время и как-то по-другому, может быть, гранки какие-то новые придать нашему фармрынку. Ну и, наконец, последнее, что пока находится в стадии дискуссии – это новая методика ценообразования, которая, я считаю, что это очень-очень серьезная. Может быть, даже мы все немножко сейчас недооцениваем, но эта новая методика ценообразования придется очень серьезными вызовами вообще всему рынку и всем игрокам. Вот. И как вы видите, что все эти новшества были введены регулятором. Они имели определенные, конечно, цели и задачи. Но, тем не менее, нам очень активно приходится приспосабливаться вот в этом турбулентном течении. И это все, оно как бы легло уже на другие тренды, которые были связаны, конечно же, с локализацией, с преференциями, значит, локальных производителей, с определенными вызовами в области интеллектуальных прав для производителей инновационных препаратов и так далее, и так далее. То есть, если посмотреть там взглядом на несколько лет назад, то мы, конечно, работали в очень тяжелых условиях, в очень жестких условиях, в условиях сокращающегося объема инвестиций с точки зрения закупок государственных, ну и в условиях бесконечных, значит, новых регуляторных правил, которые вводились на рынок. Но я очень большой оптимист, потому что будущее, мне кажется, сегодня, вот, сегодня очень-очень позитивным. Почему? Потому что есть, так сказать, несколько таких заявлений и оснований считать, что это так. Ну, во-первых, это майские указы, которые подписаны уже вновь избранным президентом. И в этих майских указах очень четко, мне кажется, впервые поставлена проблема вообще инвестиций и развития так называемого человеческого капитала. И понятно, что здравоохранение занимает здесь не последнее, может быть, одно из первых мест. И мы четко видим, что вот это заложит новый тренд, тренд, когда в основе будет положена не столько забота о импортозамещении, каких-то производственных моментах, сколько забота о пациенте, о том, чтобы люди жили дольше, чтобы жили жизнью высокого качества, чтобы меньше болели. И самое главное, конечно, чтобы все это произошло, у них должен быть доступ к инновационным решениям, к тем решениям, которые позволяют сегодня продлевать жизнь и регулировать сложные болезни. Вот это вот один из трендов. И, конечно же, отрадно видеть, что это не просто заявление. Впервые выделены определенные КПА, которые на уровне государства. Это не просто КПА Минздрава, там, как бы, рутинный, который постоянно есть во всех государствах и у всех министерств здравоохранения. А на государственном уровне поставлены задачи, как бы, продлить продолжительность жизни, да, там, до 78 лет до 2024 года. И далее, там, еще и до 80 лет. И отрадно видеть, что есть конкретный КПА из смертности от, так сказать, детской смертности, от онкологических болезней, от кардиоваскулярных и так далее, и так далее. Ну и, наконец, все это помноженное на заявление о том, что в отрасль пойдут деньги. Мы сегодня все слышали о цифре триллион 300 миллионов. Эта цифра хорошая, интересная, и она будет порционно, видимо, разделена как-то до 2024 года. Но это, по крайней мере, что-то, что позволит поддержать, во-первых, широкое покрытие льготным обеспечением наших граждан. И, во-вторых, конечно, инновацию. И еще раз подчеркну, что инновация является существенным критерием для того, чтобы улучшить продолжительность жизни. Цифровые технологии, конечно, очень важны. Очень важны для сферы здравоохранения. И я думаю, что сегодня каждая компания задумывается над том, каким образом, используя вот этот инструментарий цифровой, улучшить или ускорить как бы либо свою бизнес-модель, либо свою R&D-модель и так далее, и так далее. Естественно, что мы остались не в стороне. Я бы сказала, что несколько каналов, как мы планируем использовать цифровые технологии. Но один самый распространенный канал, я даже не хочу на нем останавливаться, поскольку это, я считаю, что уже, так сказать, прошлый тренд, а не будущий, это использование виртуальных каналов коммуникации с врачами и с другими, значит, представителями отрасли или актерами здравоохранения, для которых будет интересно знать и понимать, что случилось и какие новинки. Если раньше, вы знаете, представители живые ходили, работали с врачами и рассказывали о препаратах или о каких-то новых исследовательских проектах, то сейчас, я думаю, что есть виртуальные каналы, и они зачастую, может быть, более эффективны. И эти каналы, они очень серьезно заменяют вот такую живую работу. Но, опять же, оговорюсь, это не тренд будущего, это уже тренд прошлого, это уже то, что широко сейчас внедряется. Если говорить о тренде будущего, я думаю, что, прежде всего, это полностью изменит R&D Big Pharma, да, это скорость набора пациентов, это скорость введения протоколов, это скорость утверждения этих протоколов, потому что в виртуальном мире, используя систему блокчейна, о которой очень много сейчас говорят, можно в разы ускорить, соответственно, процессы прохождения клинических исследований. И это вот еще один тренд, когда инновация будет доступна раньше, и самое главное, она может стоить дешевле, потому что во многом, как бы, вот этот живой труд будет заменен на виртуальные какие-то договора. Вот. Второй тренд, который для меня очень важен, например, я думаю, что мы на это должны обращать особое внимание, это использование вот этих Big Data для того, чтобы понимать, как работает тот или иной препарат, особенно инновационный, да, вот это вот очень актуально. И для того, чтобы оценить результат, соответственно, этого препарата не в искусственных рамках клинических испытаний, как это делается на фазе регистрации, а уже в реальной жизни, оно так и называется, real world data, вот, и на огромном массиве пациентов, не только российских, там, понятное дело, что мировых, когда речь идет о миллионах или десятках миллионов, влеченных одним и тем же препаратом, ну, если это очень специализированный продукт, то это, может быть, тысячи или десятки тысяч, в зависимости от распространенности, конечно, болезней, можно говорить о том, как конкретно влияет данный препарат и где он работает лучше, на каком сегменте или субсегменте пациентов, и, соответственно, оценить, естественно, значит, инновационную составляющую, инновационную ценность данного препарата. И очень многие считают, что это будет новый подход в ценообразовании, потому что уже очевидно, что если инновационная составляющая, если та ценность, которую предвносит этот препарат, она приводит к изменению, как бы, результата лечения, то, естественно, такой препарат имеет право запрашивать более высокую цену. И вот это совершенно по-другому будет менять диалог с ключевыми нашими, как бы, стейкодерами, с людьми, которые сегодня определяют ценовую политику, с людьми, которые сегодня оценивают, а хороший препарат или плохой, инновационный или неинновационный. Потому что это будет уже не просто на основах ощущения, это будет на основах большого массива реальных данных из жизни. Я считаю, что вот это использование диджитализации, вот лично для меня, самое ценное. Причем оно позволит решать и многие вопросы, которые сегодня ставит государство. Например, сэкономить ресурсы или направить ресурсы в нужное русло. Ну, есть еще другие аспекты диджитализации. В частности, наша компания работает очень много над поддержкой образовательных каких-то моментов пациентов. Есть так называемые PSP-программы, Patient Support Program. То есть программы, поддерживающие пациентов, которые позволяют калибровать дозу, там, ну, препараты того же инсулина, которые работают в режиме виртуальной клиники и могут посоветовать пациенту, где и как, и что конкретно сделать сейчас или завтра, или когда пойти к врачу, или когда ситуация более критичная, когда можно самим управлять. И я считаю, что это, в свою очередь, очень сильно меняет ответственность пациентов. Они начинают лучше и больше заботиться о себе и, может быть, как-то вот меняет их такой вот майнсет, их структуру, их мышление. Ну и, наконец, я думаю, что цифровые технологии придут и в то, что называется e-commerce, и в B2B отношения, когда отношения между аптекой и производителем, или производителем и дистрибьютором, или дистрибьютором и аптекой будут регулироваться какими-то там виртуальными контрактами в той же системе, там, например, блокчейн. И очень легко производителю будет отследить, как пошел препарат, куда пошел в каждый данный момент и понимать, соответственно, какую ценность он приносит людям и пациентам. Мне кажется, это небольшой еще перечень. На самом деле, очень много других аспектов открывает цифровые технологии. Я очень верю в них и являюсь большим фаном этих технологий. Я принимала каждый год участие в форуме, потому что последние 4-5 лет я принимала участие в качестве председателя совета директоров ассоциации IPM, которая является ведущей ассоциацией, индустриальной ассоциацией на нашем рынке. Поэтому, конечно, у меня была еще и миссия такая. Я не могла не участвовать в форуме, ибо являлась проводником миссии IPM. И этот год, это первый год, когда я участвую не в ранге председателя совета директоров, а просто как член совета директоров. Но это ничуть не меняет, так сказать, мое отношение к форуму, потому что для меня это чудесная площадка, где ставятся задачи, которые будут актуальны в ближайшие несколько лет. И очень много могу привести примеров, когда все, что мы говорили, допустим, 10 лет назад или 5 лет назад, ну, действительно, мы видим сегодня, как это все постепенно сбывается. Очень приятно видеть, что некоторые прогнозы оказались очень правильными, некоторые не очень. Но в любом случае, это прекрасная площадка, когда люди собираются и говорят о настоящих вызовах, о будущих трендах. И это, конечно, с одной стороны, объединяет индустрию, с другой стороны, как бы синхронизирует нас в понимании, как же дальше действовать. Но каждый год форум становится, конечно, может быть, более интересным. В этом году я могу тоже сказать, что он тоже очень интересный. Мне понравилась утренняя дискуссия, в которой я принимала участие, потому что задавались острые вопросы, и некоторые ответы тоже были провокационные, и они, ну, как бы, ставили остро проблемы и возможные пути их решения. Но в качестве будущего пожелания, может быть, хотелось бы больше иметь на форуме представителей различных министерств. Понимаете, мы очень сложная индустрия. Наша индустрия регулируется межведомственными какими-то согласованными действиями очень многих институтов и ведомств. Да, и это, конечно, Минздрав, и это Минпром, и это Минфин, и это Министерство экономического развития, и это, как бы, ФАС, и так далее, и так далее. И нам бы очень хотелось, чтобы представители вот всех этих ведомств на довольно высоком уровне присутствовали бы на форуме, чтобы получился диалог.